У нас сегодня с вами занятие, оно идёт у нас в рамках работы продвижения определенных продуктов, партнёрки определенной. И сегодня у нас занятие, которое, собственно говоря, будет посвящено тому, как можно продвигать такой инструмент, как Альтрафик, а можно продвигаться с таким инструментом, как Альтрафик. И я сегодня вам буду показывать некоторые моменты, которые помогут нам продвинуться в интернет, то есть продвинуть наш бизнес в интернет, благодаря Альтрафику. И в то же время вы можете вот эту вот схему, которую я сейчас буду показывать, можете наложить на то, что вы можете точно по этой же схеме работать для продвижения самого Альтрафика. Если всё понятно, то я приступаю к работам. Итак, утром у нас сегодня было занятие, которое было посвящено контенту. Что такое контент? Давайте немножечко мы с вами разберёмся. Ой, извините, я забыла представиться. Наверное, есть здесь люди, которые меня не знают. Сегодня я буду вести это уже практическое занятие, такое следующее практическое занятие. Оно идёт у нас под номерами. Это четвёртое практическое занятие. Иначе, проще говоря, это продолжение утреннего занятия. Утром у нас в 11 часов проходит занятие, которое посвящено конкретно работе, оформлению и работе внутри Альтрафика. Это вот такой инструмент у нас, который является программой продвижения вашего бизнеса в такой социальной сети, как контакт. Ну вот, сегодня у нас было такое занятие утром, и вот это занятие конкретно, есть продолжение того занятия. Вести буду занятие, это я зовут, меня Смирнова Ирина. Это я представляю с тем, кто меня не знает ещё. Итак, сегодня у нас план работы будет такой. Для тех, кто присутствовал сегодня на занятии, вы должны меня понять, что я немножечко, чуть-чуть повторюсь. Для тех, кто не присутствовал на занятии. Сегодня мы опять планируем пошаговые действия и продвижения, те, которые мы должны были, должны сделать для того, чтобы продвинуть свой бизнес. Три секунды буквально поговорим о том, что контент король, поговорим о том, что такое контент. И потом будем практическое занятие проводить, продвигаясь определенным способом ВКонтакте, созданием мероприятия и работой с мероприятием внутри Альтрафика. Вот такая у нас сегодня с вами стоит задача. Итак, мы с вами работаем по системе. Система, как мы договорились с вами, классическая. То есть такая классическая система, которая у нас, система маркетинга, которая распространена во всём мире. Это не только мы с вами придумали такую систему, или я вам конкретно предложила. Это классика. И вот эту классику мы с вами должны обязательно принять. Иначе мы с вами просто не продвинемся. Мы говорили о том, что если мы не делаем какого-то шага из этой системы, то у нас продвижение практически нулевое. Оно отсутствует. Мы топчемся на месте. Так вот у нас четыре этапа создания потока. То есть создание потока людей, тех целевой, той целевой аудитории, которая готова работать вместе с вами. Потом мы должны, когда этот поток к нам пошёл, он должен не пройти мимо, а мы должны захватить его внимание. Как мы это делаем? Мы это можем сделать только в том случае, если мы хорошо знаем свою целевую аудиторию. Когда мы свою целевую аудиторию знаем от и до, когда мы знаем все её проблемы, вот тогда мы с вами можем продвигаться дальше. После того, как мы захватили аудиторию, тогда когда у нас человек, собственно говоря, мы говорим о системе социальной сети ВКонтакте, когда он у нас подключился к группе, мы должны удержать его внимание. Наша задача, чтобы он не ушёл из группы, чтобы он разогрелся, и потом мы могли ему сделать предложение о продаже. То есть могли предложить тот продукт, который решит его проблемы. То есть у нас завязка идёт на целевую аудиторию, мы определяем целевую аудиторию, у которой есть проблемы, и в финале мы предлагаем эту проблему решить, предлагая собственный продукт. Итак, у нас наша система состоит из четырёх шагов, как мы сказали. Вот то, что мы делаем на практических занятиях, то, что мы делаем сейчас, мы говорим о том, что у нас с вами сейчас уже захвачены первые три этапа. Первые три этапа – это на первом этапе о контенте мы говорим в случае того, что у нас идёт правильное оформление группы. На втором этапе о контенте мы говорим, мы удерживаем внимание, привлекаем внимание точнее, да. А на третьем этапе мы удерживаем внимание тех людей, и всё это делается у нас посредством контента. Что ж такое… Вот ещё раз одну секунду. Значит, вот на этом этапе мы сейчас с вами находимся. То есть вот у нас идёт сейчас этап заполнения контента. Первые четыре пункта мы выполнили, пятый пункт у нас длинный, и вот он у нас идёт в виде заполнения контента. Во вторник у нас занятия следующие в 11 часов. Мы уже конкретно работаем с альтрафиком, покупаем рабочие аккаунты. Будем работать на ресурсе на определённом и покупать конкретно аккаунты. Может быть, даже прямо совместно внутри нашего занятия. Посмотрим, как это будем делать. Итак, сегодня у нас с вами контент. Что ж такое контент? Контент – это вся информация. Вся та информация, которая есть, неважно на каком ресурсе. Если конкретно говорить о группе в социальной сети, в данном случае ВКонтакте, то информация, которая есть в этой группе, называется контентом. Это тексты, это все рисунки, все графики, все видео, инфографика, аудио, все фотоальбомы ваши – это всё контент. И мы говорили о том, что в нашей группе контент должен быть заточен под ту цель, которую мы перед собой поставили. Наша группа создавалась для того, чтобы решить проблемы нашей целевой аудитории. Мы специально подбирали конкретно ключевые слова. Мы специально говорили о том, что наше название группы должно быть двухсловником, чтобы оно хорошо продвигалось в поисковых системах и так далее и тому подобное. Так вот, сегодня мы должны говорить о том, что в нашей группе не должно быть никакого спама. В нашей группе вся информация должна быть конкретно заточена под ту цель, которую мы поставили перед собой. То есть вот эти все всякие разные статусы, о которых там «С добрым утром!» и «Спокойной ночи!» Юмор. Юмор может быть только, ну, буквально будем говорить, 1 апреля, да, и конкретно опять же по той тематике, с которой вы работаете. Здесь не должно быть ничего лишнего такого, чтобы отвлекало людей от той цели, которую вы поставили перед собой. Контент должен обладать вот этими пятью качествами. Контент должен быть ценным для вашей целевой аудитории. Он должен показывать всю ценность того процесса, о котором вы говорите. Он должен быть экспертным. И вот этот экспертный контент должен показать конкретно людям, что вы, ведущий этой группы, являетесь экспертом. И что именно у вас можно получить решение всех проблем. Вот это обязательно должно у вас просто отложиться в голове. Этот контент должен быть своевременным. То есть, если происходят какие-то события, которые касаются конкретно вашей деятельности, вы должны его выложить сегодня и сейчас, а не через там две недели или через полгода после того, как это все произошло, да. Он должен быть регулярным. О том, какая регулярность должна быть, мы говорили на предыдущем занятии, и говорили о том, что каждая группа, каждый владелец группы находит эту регулярность, проводя аналитику с определенным ресурсом. И этот контент должен быть привлекательным. То есть, ваш контент должен выглядеть так, публикуемый на вашей группе, чтобы, во-первых, в той ленте новостей, которая есть и которая возникает тогда, когда человек заходит в вашу группу, да, он попадает на ленту новостей ваших, когда он подсоединяется к вашей группе, то у него есть свои группы, и у него выкладывается эта лента новостей, она постоянная, бесконечная. И вы должны выложить эту новость, этот контент свой, во-первых, выделяющийся среди остального контента, поэтому вам необходимо сделать какой-то знак или водяной знак на рисунке, или, может быть, вот как я сегодня показывала в PowerPoint, сделать какую-то форму, чтобы это было видно, что это из вашей группы идет контент. Он должен выделяться на этой ленте, он должен отличаться от всех остальных. И время вы должны выбрать такое, публикации, когда оно оптимально для вашей целевой аудитории. То есть ваша целевая аудитория будет отличаться по полу, она будет отличаться по возрасту, она будет отличаться по виду деятельности. И только проанализировав аналогичные, с аналогичной целевой аудиторией группы, вы уже, которая имеет большую статистику, корректную статистику, вы сможете определить, когда вы будете публиковать свой контент, как часто и так далее. И мы говорили о том, что у нас контент публикуется ежедневно, если вы решаете, то вы должны выбрать вот такой вот баланс между обычной информацией, полезной информацией для вашей целевой аудитории и информацией с предложением вашего продукта. То есть здесь у нас должно быть или там один к десяти, то есть вы там выкладываете свою, так сказать, систему. Если вы публикуетесь три раза в день, то нет такого, знаете, мне кажется, ну не надо делать так, чтобы вы каждый день вот упорно предлагали свой продукт. Но это надо понимать, что этого делать не надо, потому что вы просто будете надоедать вашему клиенту, и он в конце концов не купит этот продукт, а уйдет из вашей группы. Поэтому если у вас по статистике желательно публиковаться там два-три раза в день, то просмотрите статистику недели и посмотрите, какой самый оптимальный день для посещаемости, какой самый уникальный день для публикации. Например, вот когда мы смотрели на сегодняшнем занятии утром, у нас был вторник, например, у некоторых групп было в среду. Значит, вот вы возьмите, раз это самый активный день, значит, вы выберите каких-то пару дней на неделе или даже один день. И вот в этот день делаете предложение. Но самый оптимальный вариант делать предложение – это тогда, когда у вас есть какая-то деятельность очень интересная. Ну, например, вы зарабатываете, вот продвигая свою партнерку, например. Вы продвигаете какой-то продукт, например, той же самой альт-клуба. Ну, например, конструктор. И по конструктору у нас в альт-клубе проходят мероприятия. Например, Вика Кезина читает какие-то, проводит вебинары, какие-то проводит занятия. А у вас есть группа ВКонтакте. Вы решили ее сделать, вы понимаете, что без группы ВКонтакте сейчас практически найти свою целевую аудиторию достаточно сложно. У вас есть альт-трафик, и у альт-трафика есть такая задача – найти вашу целевую аудиторию. И вот у вас все есть. У вас есть конкретная презентация конструктора, у вас есть альт-трафик, у вас есть группа. Вам осталось только пригласить людей на эту презентацию. Мы говорили как-то на одном из таких занятий, что очень хороший вариант – это приглашение через, при входе на презентацию, приглашение через комментарий ВКонтакте. И я обращаю внимание, что очень многие это делают. Не знаю результаты, но вы должны понять, что тренд сейчас будет практически нисходящий, потому что лето у нас сейчас, да, люди как-то собираются уже в отпуска. Вот все мои клиенты практически мне уже сообщили, что они уже взяли билеты туда-сюда, что они вот сейчас будут немножко снижать свою деятельность и так далее. То есть вы должны понимать, ни в коем случае сейчас не паниковать, что у вас люди начинают не так активно работать, как они работали раньше. Но зато я еще раз повторяю, в любом моменте, в любой ситуации надо находить положительное. Зато у вас есть сейчас возможность отработать все технологии вот просто на 5 баллов, чтобы у вас все это, как музыканты говорят, было в пальцах. Поэтому лето – это такое очень хорошее время для учебы. Итак, значит, мы остановились на том, что нам нужно приглашать людей. Вот то, что я говорила, что в комментарии мы приглашаем, да, в комментарии, помните, был такой скользкий момент, когда шло приглашение из поля комментатора, вы сбрасывали информацию в виде комментария, да, человек заходил сюда, если вы не давали свою внутри комментария ссылку, то он мог зайти не по ссылке, он мог зайти просто на презентацию и мог вас потерять. Вот такой момент есть у нас, да. Поэтому я сегодня вам предлагаю другую технологию, где уже вас человек, ну, никак не потеряет. То есть это будет ваше конкретное приглашение. Итак, мы сегодня с вами будем заниматься созданием мероприятий, включением этого мероприятия в Альт Трафик и получением новых своих подписчиков. Итак, вот она наша группа. Значит, в этой группе мы с вами можем очень хорошо приглашать людей на какие-либо презентации. Вот, пожалуйста, я здесь вывесила вот такую информацию о том, что сегодня у нас в 11 часов было занятие, и я вот эту информацию здесь повесила. Но одно дело, эта информация висит, повесила ее вчера в 4 часа вечера. Она, естественно, на вот этой полосе, на ленте новостей, она, естественно, ушла очень далеко. Вот смотрите, вот моя лента новостей, я даже сейчас до нее и не дойду, потому что об этом и говорить нечего. Значит, задача была какая? Я повесила ее в группе, в группе ее увидали те, кто в группе был, кто туда зашел. Даже могли не зайти люди, правда? Эту же вывеску мою увидели те люди, которые зашли в ленту новостей, но они зашли, прочитали и даже подумали, наверное, надо пойти. Но мы с вами настолько заняты все всегда, что у меня эта информация пролетела, она ушла. А тут пришло еще какое-то предложение, еще куда-то меня позвали. Я со спокойной совестью забыла о том, что там было какое-то приглашение. В группе это приглашение у меня будет вестеть. Вот оно здесь вестит, да? Вот оно. А люди практически будут видеть о том, что будет занятие тогда, когда, например, как у нас в альт-клубе, вывесит в скайпе информацию о том, что сегодня у нас занятие такое-то, такое-то. Вот сегодня утром была небольшая путаница, и ко мне пришли на занятия практически люди уже тогда, когда занятие шло. То есть, видите, тогда, когда людям напомнят, тогда, когда им покажут, вот тогда только и начинается вот эта вот работа, когда люди приходят. Как же нам с вами сделать так, чтобы люди действительно к нам приходили вовремя? Вот смотрите, с левой стороны у нас здесь висит вот такое напоминание. Это напоминание у нас вывесил сам контакт о том, что сейчас идет чемпионат мира по хоккею, и вот здесь ссылочка из последней новости. Я когда захожу в группу, да куда бы я ни заходила, вот я захожу на свою страницу. Видите, у меня это напоминание, все ли нависит здесь. Как же сделать мне так, чтобы люди вот здесь видели напоминание о том, что сегодня у нас будет какое-то конкретное событие? Для этого у нас существует мероприятие. Как мы можем работать на мероприятии? Вот это конкретно касается нашего контента. Вот я создала вот такое вот мероприятие. Видите, написано. Мероприятие. Называется оно «Зеленый свет трафика». Я его создала и как-то так немножко, будем говорить, забросила, как-то было немножко не до того. И вот теперь я пришла к выводу, что вот это мероприятие может очень хорошо работать. Смотрите. Вы создаете мероприятие. Вы можете зайти сюда ко мне. Вот я, например, вам нужно. Или к Вике, например, Кезиной. Она создала, показала на мероприятии, что сегодня будет занятие. Вот так же, как и я. Вы, например, зашли ко мне, и вы можете, как Екатерина Пешкова, поделиться и сказать, что она пойдет на это мероприятие. Вот она зашла, она присоединилась, и она пойдет на это мероприятие. Можно сделать так. Но опять же, кто будет знать, что это Екатерина Пешкова собирается приглашать к себе своего человека? Она пригласит человека ко мне. Понимаете? То есть человек придет с моего мероприятия мероприятия ко мне на мой вебинар. Но мы-то договорились с вами, как у нас в СуперАльте договоренность такая есть, что все преподаватели СуперАльта помогают вам продвигать ваши продукты. Поэтому вы должны пригласить своего человека, тот человек, который будет у вас, вы должны пригласить на это мероприятие. Но этот человек должен быть конкретно у вас, чтобы вы конкретно видели, что вот эти люди, вот они конкретно ваши. Для этого вам необходимо создать мероприятие самому. Обязательно. То есть вы должны полностью оформить вот такой аккаунт себе. Аккаунт вы можете оформлять с той страницы или с той группы, которая у вас есть. Как мы это делаем? Заходим в мои группы. Вот, когда нам нужно поискать какие-то сообщества, мы выходим вот сюда, в поиск сообщества. А когда нам нужно создать сообщество, мы выходим вот сюда, вот на эту голубую кнопку создать сообщество. Кликаем сюда. И посмотрите, у нас здесь три вида сообществ. Группа, которую мы создали уже, подходит для дискуссии и обмена мнениями. Очень хорошо сказано. Публичная страница. Идеально для распространения новостей и информации. Это очень хорошо. Тем, кто конкретно, например, какой-нибудь там шоумен, который готов рассказывать о том, когда у него чего происходит. Когда у него будут концерты и так далее. То есть он ведет такую свою рекламную личную страницу. Мы ее пока делать не будем. И вот у нас есть третья возможность мероприятия. Что такое мероприятие? Мероприятие – это сообщество, которое удобно для организации концертов и вечеринок. То есть вот у меня сегодня вечеринка. Вернее, завтра, например, будет. Я создаю такую страничку. И на этой страничке пишу, что ребята, приходите ко мне завтра. Вот во столько-то, во столько-то. Мы будем с вами делать то-то, то-то, то-то. И это мероприятие запускается по вашим друзьям, по вашим группам и так далее. Давайте мы такое мероприятие начнем создавать. Я его создавать не буду. Я просто покажу, как это делается. Ставим сюда в чекбоксик кнопочку. Пишем «Создать сообщество». Только после того, как мы здесь напишем, как оно будет называться. Сообщество будет тестовым. Вот закрываю здесь. Показываю тем, кто не был сегодня утром на занятии. Вот зайдите вот сюда. Вот в эту группу обязательно присоединитесь. То есть нельзя копировать и выдавать за свою информацию, которая уже хотя бы один раз была опубликована в «Контакте». Вас заморозят. Это первое. И второе. В связи с безопасностью сейчас «Контакт» настроил публикацию информации через смс. Но так как можно один раз только это делать, то необходимо сделать информацию, ввести код, пропустить эту информацию. А я случайно нажала «Получить смс». И вот видите, меня сразу же закрыли. Не дают мне создать. Значит, вот вы сюда выходите на мероприятие, создаете сообщество. Давайте пойдем дальше. Не будем никогда здесь возиться. И у вас появляется возможность создания сообщества. Оно будет у вас называться мероприятие. Ваша задача будет заключаться в том, что вам необходимо будет это сообщество оформить. Значит, смотрите, мы говорили о том, что у нас контент король. Что мы здесь должны показать? Оформляем мы наше мероприятие точно так же с теми же ресурсами ВК-профи, которые у нас есть, о котором мы говорили. Абсолютно все то же самое мы делаем. Но оформляем мы его опять же так, чтобы у нас вот это название уже, это оформление показывало решение той проблемы, которую вы будете регулярно продвигать. То есть мы с вами будем создавать мероприятие так, чтобы мы не переделывали на каждое новое мероприятие, не создавали новое сообщество. Чтобы мы могли работать с одним и тем же сообществом. Это понятно. Давайте-ка я зайду сюда и посмотрю, все ли. Ну, это надо выходить и заходить в контакт. Это время идет. Я не буду уже заходить. Все, идем дальше. Значит, мы создаем вот такое мероприятие. И это мероприятие у нас обязательно должно, вот на этом баннере и вот на этом аватаре, должно обязательно отражать ту информацию, которую мы хотим, вернее, решение той проблемы, которую мы поставили перед собой, для продажи нашего продукта. Здесь мы тоже можем оформить баннеры, точно так же, как мы эти баннеры оформляли. Значит, здесь опять же рекламная вся информация идет. Вот, например, у меня идут видеоальбомы с практиками, да. Вот я прямо дала информацию по практике. И вы также вот таким же образом, то есть вы даете здесь очень глубокую информацию, очень короткую информацию того, что вы собираетесь продвигать. Почему? Потому что у вас практически пойдет сейчас работа с продвижением себя, с продвижением своего продукта, с решением этих проблем, и чтобы у вас это было как бы такой общий заголовок, чтобы вам не надо было 30 раз переделывать. Вот я хочу вам показать группу Владимира Бодика. Посмотрите, она у него называется, как она называется, я вам покажу. То есть у него название достаточно хорошее. То есть когда человек видит, что мероприятие, вот здесь напоминание, что является мероприятие, и здесь написано, сегодня состоится занятие в группе, я вам покажу, то вот это я вам покажу, оно как-то достаточно привлекает. У меня задача с трафиком, то есть решение, продвижение моего инструмента альтрафика, это решение проблемы с трафиком. Поэтому я здесь и пишу о том, что у меня идет зеленый свет трафика. То есть я помогаю людям как бы уйти, получить определенный трафик. Что мы здесь загружаем? Нам не надо здесь загружать какое-то огромное количество всевозможных сообщений. Но поставьте вот сюда всю информацию о себе. То есть вот аккаунт, страничка личная. Вот это вот страничка альтрафика, подключение к альтрафику. Это еще страничка где-то в альт-клубе. Здесь это страничка последние новости и так далее. Вот бизнес-система партнер. Это страничка супер-альта и так далее. Вы вот здесь всю эту информацию поставьте себе и дайте какое-то, вот у меня коротенькое видео по альтрафику, чтобы люди понимали, о чем здесь, собственно говоря, идет ручка. Вот эту вот информацию вот здесь надо сделать. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами публикуем вот такой баннер. «Создаем баннер». И я, как сегодня на утреннем занятии показывала, вот смотрите, у нас с вами есть, например, баннеры, вернее, мероприятия какие. Если вы занимаетесь, например, подбежением конструктора, значит, сделайте какой-то очень красивый, яркий баннер в PowerPoint. И в этом PowerPoint только меняйте дату, да, и у вас здесь будет меняться ссылка на вход, на это совещание. Значит, смотрите внимательно. Если у вас, вы хотите действительно, чтобы у вас человек зацепился, как мы говорили из наших четырех этапов, да, мы должны зацепить внимание человека. Вы должны создать баннер достаточно большой и очень хорошо читаемый. Значит, посмотрите, еще раз повторяю, какой должен быть баннер. Он должен быть размером не менее 700 на 700 пикселей. Вот этот у меня баннер больше, чем 700 на 700 пикселей. Зачем мы делаем такой большой баннер? Мы его делаем таким для того, чтобы здесь было все очень четко отображено. Мелкий баннер у вас дает мутность на баннере. Значит, мы делаем его большим. Текста на баннере должно быть очень мало. Только самый основной текст. Возможно, какой-то призыв. Пусть он у вас, призыв останется там. И стрелочку покажите, что вот сюда на ссылку надо нажать, чтобы зайти, да. У вас должен быть текст читаемый, крупный и достаточно информативный. Ну и, естественно, должна быть какая-то интрига. То есть, что здесь у нас дано? Что дата дана там, например, если вы на вебинар приглашаете, тема вебинара и так далее. Остальное все люди могут прочитать вот здесь. Вы вот здесь можете написать, когда будете давать информацию, да. Или когда они пройдут вот сюда и прочитают здесь, что это такое и как это. Итак, вы создаете собственное свое мероприятие. Все мы создали. Теперь мне его надо распространить. Как я его распространяю с помощью альт-трафика? Во-первых, смотрите. У нас с вами есть ссылка на вот эту группу. Вот она, эта группа. То есть, это мероприятие или сообщество, которое имеет конкретную ссылку. Я захожу в альт-трафик. Вот сейчас у меня идет процесс лайканья, да. Но я, давайте зайду в управление и покажу вам, что вот этот процесс у меня, причем он может идти достаточно долго. Не хочется, давайте остановим цикл. И зайдем вот так вот сюда. Я захожу вот сюда. И вместо той группы, в которую я привлекаю людей, да, я сюда вставляю ссылку вот на это мероприятие и сохраняю его. Я могу не менять состав групп. Вот те групп, которые у меня есть. Я могу их не менять. По одной простой причине. Фильтрослеживание, давайте посмотрим. За 24 часа. По одной простой причине, потому что ведь это все те люди, которые касаются, так сказать, моей целевой аудитории. Это вся моя целевая аудитория. Значит, ту информацию, которую вы будете давать на мероприятие, она у вас и будет, эта информация уйти. Теперь смотрите. Мы с вами это сделали. Мы заходим сюда. Заходим в работу с отслеживными участниками и приглашаем уже в группу на мероприятие. То есть давайте попробую запустить цикл, посмотрим, что здесь будет. Но это один момент, да. То есть я пропустила цикл добавления в друзья, я пошла сразу приглашать в группу. Наверное, немножечко не совсем корректно работает. Давайте все-таки я остановлю этот цикл и поставлю запустить цикл лайками, потому что немножко я некорректно пошла, да. Итак, но это еще не все. Вот сейчас пока пусть он лайкает, и может даже давайте остановим этот цикл, и давайте сделаем следующее. Вот я захожу в аккаунт. Помните, мы говорили, вот у меня проработал, видите, заявка прошла, вот подтвердили, что мой друг. Я захожу в аккаунт. Я захожу в аккаунт вот этот вот, Серафима Романова. Так, я закрою лайкер. Серафима Романова, да. И посмотрите, что я делаю. Я захожу, во-первых, у меня обязательно во всех моих аккаунтах есть в группах обязательно мой этот зеленый трафик. Вот он. То есть человек уже присоединился к этой группе мероприятий. У всех пяти аккаунтов это есть. Значит, я захожу просто сюда, прямо из альтрафика. и пишу вот здесь вот. Открываю вот так вот. И вот здесь в комментариях пишу комментарий. Ну, например, вот такой, как Катерина Пешкова у меня написала. Это тот вопрос, который меня всегда напрягал. Хороший контент в группе основы продвижения бизнеса. Обязательно пойду. Вот только здесь я пишу. Не там пишу, в самой группе, а пишу вот здесь вот, на вот этом вот баннере. И пишу отправить. И у меня вот эта информация, она, если я зайду на страницу Серафима Романова, то она вот здесь. А посмотрите, у меня у Серафимы Романовой 235 друзей. Это те друзья, которые могут и не быть в моей группе, да, но они вот здесь вот, они видят вот это самое занятие. Теперь смотрите. Из этой же группы, вот прямо из этого, точнее, аккаунта, я делаю следующее. Я захожу в мои сообщения. Вот они, мои сообщения. У меня здесь, мы чуть позже будем говорить, как мы будем здесь работать с этими людьми, да, но я могу здесь, например, написать сообщения людям. То есть я кликаю вот сюда на эту кнопку, и у меня вот сообщение, поле сообщений, которое я могу сделать, информационное сообщение. Причем я могу выбрать здесь несколько друзей. Я выбираю обычно 12, ну, например, вот раз вдруг, потом я пишу добавить, ну, вот еще, я не буду сейчас никому ничего посылать, я просто вам покажу, как это делается, да. Еще пишу добавить, вот так вот, еще пишу добавить, там и так далее. Итого 12 человек я обычно набираю. У меня уже есть заготовленная информация. Вот, например, вот такая вот, да. Сегодня там в 11 часов, и ссылка на это мероприятие. Дневный альтрафик. Вот он. Я пишу вот сюда сообщение, вставляю. Сюда пишу тему, например, вот такое вот практическое занятие. Контент король, да. Вот здесь я пишу обязательно. Добрый день. Но это заранее можно написать, чтобы у вас не тратилось время. Обязательно ставлю, но только, пожалуйста, не ставьте в конце ссылки вот эти вот, как их называют, смайлики. Почему? Потому что иногда очень близко ставите к ссылке, и ссылка не работает. Поэтому ставьте вот так, в конце записи, и вот сама ссылка, она должна быть в новой строке. Вот это обязательно учтите, иначе ссылка может не работать. И пишите, отправите. Мало того, вы можете сюда прикрепить еще и фотографию. Например, тот баннер, который вы сделали, понимаете? Он будет красиво, ярко смотреться в переписке, и человеку больше, быстрее, лучше обратить на это внимание. Понятно вот это вот, как вы работаете? Так вы делаете с одного аккаунта, потом заходите в другой аккаунт, в этом аккаунте, в группах, у вас тоже есть, этот же, вот, зеленый трафик, зеленый свет трафика у меня, да? Вы точно так же отсюда, то есть каждую группу посылаете вот этот баннер, и из каждой группы пишите сообщение. Значит, смотрите, я хотела вам показать еще один момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание. Вот посмотрите, вот здесь вот, пишите организаторам вашу группу, потому что вы хотите, чтобы человек ближе был к группе, поэтому тогда, когда вы начинаете управлять сообществом, зайдете сюда, управление сообществом, вот здесь вы должны посмотреть, кто является организатором. Здесь есть такая вот ссылочка, бизнес, система партнер трафик, может быть, может быть, Ирина Смирнова, может быть, группа, все для начинающего блогера, и так далее. Выбирайте ту группу, не свою страницу, а именно группу, потому что человек будет заходить в вашу группу. Чем больше ссылок на вашу группу сделано, тем лучше. Итак, если понятно, как мы с вами этот вопрос решаем, то тогда идем дальше. Мероприятие прошло. Вот время прошло. Вот смотрите, вот сегодня должно было в 15 начаться, в 16 закончится. Это я уже поменяла, хотя у меня было здесь на 11-12 сделано, да? Смотрите внимательно. Вот я хочу вам показать Володе Бодика. Вот смотрите, после того, как у вас будет создано мероприятие, тогда, когда вы разошлете приглашение людям, а приглашать людям, вы можете вот отсюда рассказать друзьям. То есть вы кликаете сюда, выбираете группу и отправляете все мероприятие свое, так, чтобы люди у вас подписались. Запомните одно. Тогда, когда у вас... Давайте еще раз попробую написать здесь рассказать друзьям. Посмотрите, тогда, когда вы здесь напишите все это, любим, люди у вас особенным. Отправьте друзьям и подписчикам, а потом выйдите в подписчики сообщества и выберите все свои сообщества, отправьте им информацию, подпишитесь на мероприятие. Вы даже можете не писать, что сегодня будет такое-то мероприятие, а попросите просто своих друзей подписаться на это мероприятие. Вот они подпишутся, когда на это мероприятие, они будут постоянными участниками ваших мероприятий. И как только вы создадите новое мероприятие, подойдет время этого мероприятия, у вас будет рядышком, будет висеть напоминание о том, что мероприятие будет проходить. Это значит, что каждый, кто подписался на ваше мероприятие, будет постоянно получать информацию о том, что мероприятие сегодня у нас будет. Обязательно на него займите. Будет напоминание. Вот я сейчас вам покажу опять Володину группу. Вот посмотрите. Как только мероприятие прошло, у вас пишется, это у вас написано, да, и у меня, например, написано, что вчера состоялась встреча. И вы вот здесь пишете, убрать из списка. Когда человек уберет из списка, в том числе, и когда вы уберете из списка, то у вас будет задача то же самое мероприятие использовать для следующего вебинара или для следующей какой-то распродажи и так далее. Что вы делаете? Вы удаляете вот эту запись. Вот она, эта запись удаляется. Вставляете сюда новую запись на новое мероприятие. Заходите в управление сообществом и выставляете дату проведения мероприятия новой. Понятно? Вот она, дата проведения мероприятия. Вот здесь. Вы просто меняете ее. Например, ставить там на 21 число и опять же 21 число, да. Давайте попробуем сохранить. Сейчас она, вот, пропустить, вот номера надо обязательно. Вот здесь как раз сейчас показано, как это делается, как бы я сделала, если пошла правильным путем. Пишем, отправить. И вот все, изменения сохранены. То есть получилась новая задача у этого мероприятия. Вы вот эту дату можете очень быстро менять. Поэтому мы и делаем с вами это мероприятие как бы под одной шапкой. Видите, уже поменялось. Завтра в 15 часов и завтра в 16 часов. Сегодня здесь этого не будет, а вот завтра вот тут вот появится надпись напоминания. Вот таким образом вы будете продвигать свои мероприятия. А теперь посмотрите, что еще у вас здесь есть. Вот когда вы пойдете на мероприятие, вам будет предложено, то вы можете, у вас здесь будет вот такое вот, вот такая вот табличка. посмотрите, точно пойду. То есть вам пришлют, когда информацию, когда вернее вы разошлете, ваши люди увидят следующее. Они или точно пойдут, кликнут сюда, или возможно пойдут, или не могу пойти. Вот посмотрите, точно пойдут, это конкретно ваши люди целевые, которые придут к вам обязательно на мероприятие. Те, кто возможно пойдет, это ваша очень теплая такая целевая аудитория. Не могу пойти, не страшно. Вы будете рассылать заново, и это вот такая вот работа, она обязательно у вас будет идти дальше. Вот посмотрите, я опять захожу сейчас к Володе, вот посмотрите, у него участников, те, которые точно пойдут, 41 человек, а возможные участники, те, которые возможно пойдут, 64 человека. И вот эта вот теплая аудитория, с ней тоже надо будет работать, потому что вы, когда зайдете вот сюда в участники, посмотрите, вот у вас список участников, которые здесь будут. Вы можете сделать поиск по участникам определенный, и можете с этими людьми работать, добавить их друзья, разобраться тут с ними, написать им что-то и так далее. То есть видите, у вас есть дополнительная возможность работать с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok